Есть люди в России, которым необходимо погружаться в истоки собственной культуры, чтобы выжить в мире культуры потребленческой. В этом году их приютил под своей крышей московский ДК «Красный Октябрь». «Красный Октябрь» Это, наверное, самый крупный фестиваль именно русского традиционного народного танца, тот, который был в естественной среде, в быту, то есть так, как танцевали в деревнях, селах. Несмотря на все антикоронавирусные требования, участников фестиваля конкурса традиционного народного танца «Перепляс» получилось собрать уже в шестой раз. Показывают они только подлинно традиционные формы танцевального искусства. Именно так танцевали наши с вами предки еще каких-то полвека назад. В этом году у нас представлено 15 регионов от Калининграда до Сибири и Дальнего Востока. Более 100 солистов и коллективов принимало участие. Это действительно три дня праздника танцевального, традиционного праздника. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы приветствуем всем участникам всмотра художественной самодеятельности. Здесь удобная культура красных плядок. И мы покажем вам танцы и пляски, пройдящееся в Костровской области. И первым номером нашей правоправы будет старинная пляска пыщевских животных водов под названием «Вкозли». Парные танцы, кадрили, пришли в народ из дворянских салонов только в 19 веке. В них пары поочередно исполняют так называемые фигуры – заранее известные и отрепетированные движения. «Внекорбленный мозг убросьте!» В народе кадрили обогатились традиционными плясовыми элементами, частушками и распространились широко по стране. Танцевали так называемые квадратные или круговые кадрили, образующие, соответственно, квадрат или круг. Или линейные, в которых пары выстраивались в две линии, в танцы, двигающиеся навстречу друг другу. А вот пляс – это гораздо более древний вид танцевального искусства. Но, несмотря на свою архаичность, он сложнее в освоении, чем парные танцы. Главное в плясе – умение импровизировать. Каждый плясун проявляет свой собственный узор, собственный внутренний мир при одинаковом для всех наборе движений. «Каждый по своему характеру разно их исполняет. Кто-то более задорный, кто-то более спокойный, кто-то более веселый, кто-то более стеснительный. Это зависит от человека, это тоже видно». «То есть по плясу что, видно прям человека или что-то?» «Ну да, можно сделать некоторые выводы. И по пению вообще, ну то есть, если видно, что человек волнуется, или наоборот он расслаблен на себя ведет, или что он веселый вкладывает, или то, что он грустно себя вкладывает. Ну, видно». Также легко по плясу можно определить, мужская это манера пляски или женская. По степени скромности, сдержанности движений. Девушек с задранными юбками и ногами выше головы вы здесь не увидите. Другие особенности народного характера и традиций. «Пляска – это вообще универсальная гимнастика для человека. Очень развивает тело, мозги, динамику, структуру тела. А в целом, если выразиться, состояться цельным, целостным человеком. Нужно себя обустроить в пространстве, занять пространство своим намерением, посылом своим. А в итоге мы подводим к тому, что мы начинаем понимать и ощущать внутреннее пространство человека». «И в это время все хлопушки делаем. То есть моя задача – все пространство, да, обыграть, заполнить. Вот своим намерением, своей подачей. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выстраивание этого внутреннего пространства человека начинается здесь же, на фестивале, во время задушевных разговоров о мелочах пилисового мастерства. Получается, что невозможно им овладеть, не вдаваясь в область народной культуры, не затрагивая понятия нравственности и справедливости, не задумываясь о роли мужчины и призвании женщины, не углубляясь в историю нашей страны. «Ребят, молодежь, мы изучаем традицию наследия наших отцов и земля. Вот посмотрите фотографии до военных лет, ну и раньше периода революции, послевоенных. Особенно мужчин в военной форме. Вот какая спромленность позвоночника, спины, в каком достойном, благородном, так сказать, походке вот они прибывают, идут. Ну, вот смотришь и глаз не оторвать. Что у нас сейчас на современном этапе? У нас вот эта воротниковая зона, мы вот так гусем, значит, шею согнули, вот, и ходим». На фестивале можно полюбоваться всеми видами пляски. Здесь и одиночная, и парная пляска, и, собственно, перепляс. Состязание не только в умении ярко плясать, но и вести диалог. С музыкантом, попадая в ритм, и с товарищем, папат отвечает частушками на частушки. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А вот когда на пляс выходишь, важно или не важно, что одета? В притсу, на одежду, когда одеваешься, или просто так пляешься? Ну, мне кажется, конечно, есть разница, потому что, когда ты надеваешь на себя традиционную одежду, традиционный костюм, ты себя чувствуешь по-другому. Ты полностью погружаешься и в пляску, и в традицию, и ты уже больше понимаешь то, что, вот, допустим, здесь надо приподнять ручки, а здесь опустить, здесь надо вот так пройти, а здесь вот так. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Просто костюм – это тоже одно из способов сохранения нашего бытия в этом мире. Причем проверенный веками там, выношенный нашими предками для нас. Но, говорю, хороший плясун с пляшем чем угодно. И у нас есть замечательные плясуны, которые там, допустим, в советское время плясали уже вот нам в такой вот одежде, и это их нисколько не смущало, не стесняло и не ограничивало как-то их выразительность. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помимо желания показать себя, пляс решал в прошлом и вполне мог бы решать теперь совершенно конкретные задачи. Если ты умеешь плясать, то это как поход в фитнес-зал, то есть ты просто сбиваешь себя всю усталость. Второй вариант – пляска – это очень хороший культурный формат, очень хорошая культурная площадка, на которой люди могут познакомиться, и через движение можно узнать о человеке намного больше, чем за 5-7 свиданий. Действительно, если жизнь – это школа культуры общения, то пляс – это контрольная работа. Тут все шероховатости как на ладони. Нужно суметь познакомиться, пригласить на танец, завязать беседу, не вторгаясь в личное пространство, суметь проявить свою заботу. И это в плясовой форме. Все тонкости общения мужчины и женщины – за 5 минут. Их изучению способствует и сама атмосфера традиционных встреч молодых людей – вечерок. Когда человек, не занимающийся фольклором, тебя спрашивают, чем это отличается от обычных танцев, от обычных песен, очень трудно это объяснить, пока ты не затянешь человека в какую-нибудь вечерку после концерта, когда огромное количество людей из разных уголков нашей страны собираются и пляшут одну пляску. И в этот момент нет чужих и нет своих. Все будто бы друг друга знают, будто бы все с одной деревни. И уже тысячу лет эту пляску пляшете, чувствуете друг друга, частушки друг за другом допиваете. Важное условие для того, чтобы почувствовать это единство, нужно самому обязательно попробовать. Если просто стоять рядышком смотреть, ничего не получится. Это не в нашей культуре. Это культура всеобщего участия. Вот это нужно понимать. И почему сейчас мы с вами стоим здесь, а там внизу ребята, которые еще уже выступали на сцене или еще не выступали, они там пляшут, поют просто сами для себя. Потому что там нет зрителей, там нет выступающих, там все находятся в поле жизни. Тем не менее, вся эта культура всеобщего участия остается ненужной и неизвестной и в Москве, и на окраинах. Нам очень не хватает вот именно вот этого общения, ну, более профессионального, более живого. Мы вот в своем соку варимся. Специалистов нет по танцевальной культуре. Ну и тяжело, конечно, вот выживать. Все надо начинать с детского сада и школы. Это естественно. Не один год мы бьемся за то, чтобы, возможно, были какие-то уроки фольклора или какие-то образовательные программы на основе традиционной народной культуры. Вот что, конечно, мне не нравится. Мы обращаем постоянно внимание на данную проблему. Делаются лишь какие-то шаги просто людьми, которые болеют, как обычно, своим делом. То есть это вот движение снизу. Хотелось бы, конечно, чтобы это было поддержано сверху государству. Нашему культурному отчаянику сейчас это не надо. Им нужно сейчас уже делать продукт культурный. А это не торговая марка. Это немножко другое. Нет, есть те, кто, конечно, старается это подать в товарном виде. Но это будет уже не то. Это будет совсем другое содержание. Это будет обертка без сути. Конфетка без начинки. Да, культура – это дело коммерчески невыгодное. Но, как говорится, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы. Хотя бы из таких прагматических соображений можно было бы потеснить поток пошлятины на телеэкране в пользу отечественной культуры. Попытаться сохранить и усвоить ее остатки. Ведь перенять ее можно только от живых носителей. Наших дедушек, бабушек. Они уходят от нас стремительно. Раньше, да, ездили в деревни и непосредственно общались с народными исполнителями. Но вот сейчас уже два года как не ездим. Те, которые знали и помнили, уже умерли. А более молодое поколение уже не переняли то, что знали более старые исполнители. К сожалению. Может быть, пройдет несколько лет, и в связи с разрушением той среды, в которой все это рождалось и жило, среды производственных людей, производящего труда, крестьян, рабочих, всех, кто был связан с производством, может быть, уже не будет это все востребовано, оно будет чуждое и непонятное людям, потому что они не будут понимать, откуда все это взялось. Вообще-то это страшно, когда собственная культура становится нам чуждой и непонятной. Народная культура должна быть достоянием народа, чтобы не стать развлечением для туристов в каких-нибудь грядущих русских резервациях. А мы, дорогие товарищи, с вами вручаемся и желаем вам здоровых и творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok